Ребенок взял с плиты чайник, в этот момент загорелась футболка. Драгоценные секунды при тушении были упущены. Как итог, ожог открытым пламенем. Пострадало около 15% тела. Из него глубокий ожог составляет около 10%. Кожи там нет, а есть только гранулирующая поверхность, уже начинающая заживать рана. В силу размеров такие раны не могут зажить самостоятельно, а только рубцом. И если рубец, скажем, 10%, а чтобы было понятно, процент – это ладошка. У нас для каждого человека 1% поверхности тела – это ладонь. Вот представьте 10%, если все это заживет рубцом, каков будут косметические результаты, как человеку с этим жить. Чтобы избежать огромного рубца на животе и грудной клетке, врачи УДКБ проводят операцию по пересадке кожи. Подготовка к ней занимает от 7 до 14 дней. В это время обожженное место обрабатывают специальным гелем. Кожу для пересадки берут с бедра. Это место является наиболее универсальным и легко приживается в новой точке. Слой берется очень тонкий, всего 0,2 мм, поэтому шрама на ноге не остается. Только небольшая пигментация. С помощью вот такого перфоратора превращается, вот мы попробовали показать это на листочке бумаги. Значит так, это вот размеры, а так, для чего это делается, позволяет многократно увеличить размер и закрыть большую рану меньшим участком кожи. Эта операция считается средней степенью тяжести, однако она очень трудоемкая и кропотливая, ведь каждый кусочек кожи пересаживают отдельно. Через какое-то время это будет выглядеть как сеточка, там с шагом, ну, наверное, полсантиметра. И потихонечку, с течением времени, вот эта поверхность, на которую пересажена кожа, ну, сглаживается какой-то, конечно, какие-то косметические потери там останутся, но во всяком случае рана заживет, как мы надеемся, уже через там 10-14 дней полностью. Пострадавшей девочке 11 лет. Врачи признаются, что подобные бытовые травмы – не редкость. Достаточно много детей с такими вещами у нас лежит, правда, не совсем характерно поражение открытым пламенем. Все-таки чаще это кипяток, чаще дети меньшего возраста, которые, сидя на коленях у родителей, опрокидывают на себя чайник. Чайник, стакан с кипятком, кастрюлю с плиты. Стоит отметить, что ожоговые койки ВДКБ открыты с 2002 года, а недавно один из врачей вернулся с повышения квалификации. Теперь в регионе оставляют все более тяжелых больных. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».